Раньше на этой площадке на Солнечной стояли два десятка гаражей, многие без необходимых документов. На пустующей территории решили возвести 16-этажный жилой дом. Но не все соседи поддержали идею. Хотя все предписанные законом, процедуры бизнесмены соблюли. Разрешение на строительство есть. Чтобы получить его, необходимо пройти длинный перечень экспертиз, согласований и утверждений. В поисках компромисса с жителями ближайших домов предприниматели готовы к диалогу. Предлагают отдать часть будущих площадей здания под спортклуб для детей. Мы предложили построить на первом этаже, на первом здании, игровой клуб спортивный для детей. Хорошая вещь для них. Детский сотряд стоит. Детский сотряд хороший. Мы его отремонтировали. Поскольку все законно запретить строительство, городская администрация не может. Объект, о котором идет речь – один из этапов развития города-миллионника, уверены эксперты. Самара активно растет, но в основном застраиваются отдаленные районы. Хотя многие самарцы предпочли бы жить поближе к историческому центру. Использование городских застроенных территорий у нас неэффективно. Примерно в два раза от нормативных. Самая плотная застройка в Ленинском районе, но и там она чуть-чуть дотягивает половину. Ну, процентов 60. То есть резервы в городе есть. Основные проблемы, мне видится, не столько градостроительного порядка, не инфраструктурного порядка, а правового. Свободных территорий в центре Самары немного, но спрос все-таки есть. Есть желающие инвестировать в развитие города. Эксперты отмечают, у уплотнительной застройки есть и свои плюсы. Ведь сами застройщики предлагают не только планы строительства новых домов, но и проекты комплексного благоустройства ближайшей территории. Если мы сегодня говорим, что такому же, так сказать, гражданину, как вы, живущий рядом, необходимо тоже где-то жить, да, и необходимо построить здесь этот дом, и он юридически не нарушает никаких ваших норм, так сказать, точки зрения, там, инсоляции, так сказать, приближения к чему бы то ни было, с этим, наверное, стоит соглашаться, потому что завтра у вас подрастут точно такие же дети, которые будут нуждаться тоже в жилье. Число жителей Самары тоже будут расти. Рождаемость в регионе впервые за много лет превысила показатель в 40 тысяч детей. Такие же результаты должны быть и по итогам этого года. Причем, как говорят специалисты, в городе такого уровня, как Самара, и квартиры должны быть не только эконом-класса, но и средней ценовой категории. Всего же в областной столице в этом году планируют ввести в эксплуатацию около миллиона квадратных метров жилья. Причем 50 тысяч квадратных метров будут построены по президентской программе «Доступное жилье». В регионе эта цифра достигнет 200 тысяч квадратных метров. Марина Кравцова, Станислав Левин, События.